Песни Руслановой в исполнении российских талантов. В Саратове проведут трехдневный отбор участников Всероссийского конкурса народных исполнителей. На прослушивание приехали певцы из 26 регионов страны. Подробнее об этом в сюжете Екатерина Барковской. За кулисами малого зала областного центра народного творчества стоит почти гробовая тишина. Педагоги вслушиваются выступления своих учеников на сцене, а участники в последний раз перед выходом шепотом повторяют тексты песен. Через несколько минут они предстанут перед жюри. Самый маленький участник, 10-летний Матвей Ерышев, приехал из Пензы. Занимается пением с четырех лет. В его репертуаре не один десяток произведений. Сегодня, как и все участники, исполнит три. По словам юного исполнителя, песни «Огурчики, помидорчики» проезжала конница и раз прислал мне барин чаю, у него получаются лучше всех. Говорит, конкурс уготовился не один месяц. В конкурсах сложно бороться с соперниками. Кто-то может выйти лучше тебя спеть. Так что надо репетировать до тех пор, пока все от зубов не будет отскакивать. Педагог Матвея Нина Шутова уверена, участие в конкурсах не только позволяет молодым талантам развиваться, но и через исполнение народных песен прививает любовь к родине. Выезжая на конкурс, мы все-таки видим, что народное творчество живет, процветает, что есть дети и педагоги, которые живут этим, и которые именно поддерживают культуру не только своей области, но и России. Многое зависит, конечно, от родителей. Если родители заинтересованы, чтобы его ребенок знал историю своего родного края, конечно, он будет вводить в коллективе. Всероссийский конкурс народной песни имени Лидии Руслановой проводится раз в три года. В 2015-м его программа получила название «Русланова. Песня. Победа». Участники должны исполнить песни из репертуара знаменитой певицы, а также композиции военных лет. По словам членов жюри, отбор финалистов ведется по нескольким критериям. Мы оцениваем, конечно, все в комплексе. Это и выбор репертуара, это и костюм, это умение держаться на сцене, это отношение к русской речи, к интонации, к художественному образу. И, конечно, оцениваем и степень таланта молодых исполнителей, их тех хранителей, уже взрослых, которые несут песню по жизни и рискнули вынести ее на большую сцену. Основной целью конкурса, говорят организаторы, является выявление новых талантов в исполнении народных песен. 23 октября в Саратовском театре оперы и балета пройдет галоконцерт участников и награждение победителей 8-го всероссийского конкурса. Екатерина Барковская, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.